Привет, друзья! Мы все эти дни много говорили про Украину, и да, это был повод, потому что там была обостренная очень ситуация международная. Кстати, сегодня там День Единения, и мы поздравляем наших соседей, это у них новый государственный праздник. Но давайте вернемся к нашим баранам, наконец-то вернемся, и они тоже активизировались, и в нашем политическом поле намечаются очень интересные перемещения, движения. И вот мы об этом сегодня поговорим. Давайте сначала такой маленький ликбез, напомним себе, что у нас там есть в принципе из таких вот крупных игроков. Ну, во-первых, конечно, правящая партия, ПАС, партия действий солидарности, которая по-прежнему, она доминирует на правом фланге, то есть там у них серьезных конкурентов пока нет. Есть Шор с его там примерно 10%, туда ближе влево, но, что интересно, Шор не занимается геополитикой, поэтому он как бы у нас в молдавской классификации, он нетрадиционный левый. Он занимается проблемами бедности, стариков, пенсионеров, то есть у него как бы есть своя тема. Ну, есть коммунисты-социалисты, которые претендуют на одну треть примерно от электората, туда как бы от центра влево. И есть пока какие-то непонятные, не оформившиеся центристы, которые даже, наверное, знаете, от центра туда вправо. Это Чибан, Кику и, возможно, Андрей Настаси, потому что, что интересно, мы заметили, сейчас они стали как бы фейсбучно дружить, я имею в виду Кику и Настаси, друг друга цитируют, и тоже похоже, что там дело идет к свадьбе. Но давайте по порядку. Сегодня стало известно, что наши левые коммунисты-социалисты создают постоянно действующий политический блок, об этом заявил председатель партии коммунистов Владимир Воронин. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании политического исполкома ПКРМ и исполнительного комитета ПСРМ. То есть фактически это закладывает основы для будущего слияния этих двух партий в одну. Москва, я говорил об этом много раз, давно хотела это сделать, еще с лета они пытались согнуть Воронина, чтобы он зашел в эту альянс вместе с Дадоном, и им удалось, на выборах они шли как бы единые команды. Но потом Воронин заявлял о том, что это выборы, а потом мы разойдемся. Пошла еще одна серия давления, опять их согнали вместе в одну фракцию, но Воронин там ерепенился, упирался, но вот он поменял свое мнение, каким-то образом его смогли убедить. Теперь он уже готов на то, чтобы идти в этом постоянном, как они сказали, блоке общих из двух партий. И теперь самое важное следить за руками, то есть что будет дальше, какие следующие будут движения, и судя по всему новым лидером этого блока должен стать Батрынча, на которого тоже уже давно была сделана ставка в Москве. И возможно как раз это и есть вариант. Сейчас сначала блок, потом после этого будет одна партия, и потом какой Воронин и какой Дадон. Дадон уже и так не председатель, он почетный председатель, но у социалистов сейчас нет единого председателя. Так вот, но это тогда Дадон переиграл Москву, потому что он сказал, что ладно, я не председатель, все, я почетный председатель, но и председателя не будет, будет коллективный орган, то есть ну фигня какая-то. А теперь его переигрывает Москва, потому что будет теперь блок, который сольется в одну партию, и как бы уже почетного председателя там не нужно, и Воронина там не нужно, а кто будет? А вот давайте вот молодой перспективный парень, возможно, я не говорю, что это 100%, но это вероятно, что Батрынча будет новым лидером этого блока. Теперь давайте поговорим про перспективы вот этого объединенного блока, конечно они есть, это без сомнения, какой-то процент они все равно возьмут, потому что, как я сказал, что Шор это единственный конкурент у них на левом фланге, но поскольку он нетрадиционный левый в молдавском понимании, он как бы не совсем их конкурент, потому что они по-прежнему будут играть на темы своей пророссийскости, ностальгии по СССР, и это, конечно, ну это отдельная история, это отдельная клиника, что у нас через более 30 лет после распада СССР есть люди, которые думают, что какая-то партия может их туда вернуть, и самое безумное в этой ситуации думать, что может туда вернуть, это партия, в которой эти миллионеры, живущие в своих особняках, которые ездят на роскошных машинах, вот как раз, да, они вам построят социализм, коммунизм, и отправят вас прямой дорогой туда, в СССР, но это как бы отдельная история, и, наверное, это должны комментировать не политологи, а медики. Впрочем, как раз это, наверное, и есть принцип капитализма, потому что мы знаем, что вот если есть такой запрос, вот есть люди, которые хотят, чтобы им рассказывали, там, чесали каждый день про СССР, про то, как хорошо было, как это вот, может быть, мы даже вернемся, или что-то похожее, или, ну, вот это вот то, на чем, в общем-то, всю жизнь играет Воронин, и потом начал играть Додон, если есть такой спрос, значит, рождается предложение, и это как раз очень так по-капиталистическому. Ну, если вернуться к этому все-таки практических перспективах, БЕКС, блок коммунистов-социалистов, БЕКС, вот как будто вырвал БЕКС, они могут поднять свои шансы, реально, да, они могут взять очень неплохой результат в парламенте, если избавиться от всех одиозных персонажей в своих рядах, ну, в первую очередь, конечно, от Додона, там, Цирди, других, вот все эти вот, которые, самые токсичные их персонажи, которые просто людей раздражают, если они от них избавятся, и, да, Бетренча не новый, но он хотя бы просто не настолько замаранный, как упомянутый ранее, и вот как-то немножко обновят руководство этого нового блока, то шансы их будут достаточно большие, что, конечно, будет большой опасностью для всех остальных их конкурентов. Я имею в виду конкурентов, как бы, в большой игре, я не имею, там, карликовые партии, в которых, там, полтора человека состоят в этой партии, это, как бы, даже нет смысла обсуждать. Теперь про наш этот, типа, про европейский блок, где будет Чабан, скорее всего, где-то там на подхвате будет Кику, и, возможно, даже Андрей Настасов туда будет затянут тоже. Там пока не так все ясно и понятно, как у коммунистов-социалистов, там продолжаются торги, продолжаются попытки найти свое место вот этих вот упомянутых лидеров, которые, я подчеркиваю, правых лидеров. Сейчас поговорим об этом еще отдельно. Дело в том, что Ион Чабан, помните, он травмировал психику всех этих пенсионерок, которые верят в Додона и Воронина, когда написал 31 августа «Лимба румына». И там люди просто в истерике были «Какая лимба румына? Ты же говорил, что молдавеняска, что нет никакой румыны. Что ты вообще? Ты что, румын?» И там был просто разрыв шаблонов. И он продолжает травмировать психику сейчас у всех этих бедолаг. Вот он сейчас находится в Румынии. И, что интересно, у него очень много там встреч, но на своей страничке в Фейсбуке, раньше он как? Фотография, текст на румынском, текст на русском. Сейчас текста на русском нет. Да, он в своем Телеграм-канале, он, видимо, решил так. Ага, значит, в Фейсбуке там проевропейцы сидят, я да не буду писать на румынском. А вот в Телеграм-канале, это для пророссийских, вот пусть они читают мои мессенджи там в Телеграме. Так вот, он пишет очень интересные вещи, я хочу на одной из них остановиться. Вот он сегодня написал. Сегодня провел встречу с председателем Палаты депутатов Марчелом Чалаку и вице-председателем Сената Румынии Паулом Станеску. Я благодарен за поддержку, которую Румыния оказывает в Молдове в различных областях, инфраструктуре, образовании, социальной сфере, культуре и другие. Тут уже как бы такой пистон против всего дадонизма в Молдове, потому что как, ну румыны же, они же ничего не помогают. Россия же нам помогает. О чем и говорит вообще Чубан, что Румыния тут поддерживает инфраструктуру, образование. Образование? Книжки на румынском языке. Да, это вообще. Ну и потом еще там бла-бла-бла-бла-бла, сотрудничество, проекты, бла-бла-бла. И в конце, самая вот вишенка на торте, мы также подошли к теме, связанной с запуском и перспективами движения национальной альтернативы, а также о потенциале сотрудничества с румынской стороной. Для чего это? Почему Чубан говорит с румынами о своем политическом проекте и обсуждает с ними, и говорит об их перспективах этого всего? Это очень интересно. Здесь есть две причины тому. Первая причина – это то, что Чубан понимает, что он не сможет второй раз так пойметь кишиневцев, как он сделал это на выборах мэра, когда он чесал нам про урбанизм, современные проекты, современное видение города, бла-бла-бла. Помните вот всю эту историю, когда он даже притащил туда Керонду, который был известен своими проевропейскими взглядами, и тоже такой урбанист, молодой. Как бы мы не левые, мы не правые, мы за кишиневцев. Ну, как бы второй раз это, конечно, не прокатит, потому что невозможно просто два раза обмануть одного и того же человека одной и той же фигней. Поэтому это не пройдет, поэтому ему надо из себя изобразить... Не, ребята, все, забыли этот урбанизм, шмурбанизм, я новый Доринкер Тока, я вот лимба румына, румынские братья, смотрите, как я за пруд прямо туда бегу с поцелуями, скоро я буду там отвозить им горшочек земли и вообще буду главным унионистом. Ну, насчет главного униониста я, конечно, утрирую, но дрейф туда сильно вправо очевиден. То есть это, я думаю, это туда к выборам, которые, кстати, будут очень скоро, через меньше чем два года. Ну и второе, это тоже обман, но уже в масштабах всей страны. Потому что надо понимать, что этот бегс коммунистов-социалистов, он пойдет от центра и влево. Все, что не смогут забрать бегсы, подберет Шор. То есть как бы левый фланг у них в кармане. Но тогда получается, правых-то у нас больше по населению, по всем опросам. То есть 55-60% за Евросоюз. Значит, собрав левый фланг, этого не хватит, чтобы рулить парламентом. Значит, нужен кто-то, кто пойдет от центра вправо. И вот гениальный план Москвы. Вправо пойдет Ион Чубан и будет собирать голоса всех, кого сможет от центра и вправо. Таким образом, Кремль рассчитывает на то, что у них в будущем парламенте будет большинство их подконтрольных партий. И они смогут здесь рулить свою повестку и добиваться всего, что им надо. Ну, знаете, очень простой тест я вам могу посоветовать. Будут же какие-то дебаты, наверное. Наверное, Чубан будет на них участвовать, когда местные выборы будут. Очень легко можно сделать маленький такой тест, чтобы понять. Вот это вот то, что он сейчас исполняет нам эту почти унионизм. Это все по-настоящему или это все просто большая игра? Задайте ему всего лишь два вопроса. Вопрос. Должна Молдова вступить в НАТО или нет? Вот что он ответит. Конкретно, Иван Васильевич, а вот четко, ясно. Должна или не должна? Не должна? Так что ты там тут изображаешь из себя про Румына, про НАТО, про не знаю что? И второй вопрос очень простой. Чей Крым? То есть вот эти два вопроса, и вы сразу увидите, как с него начнет прямо в прямом эфире обваливаться. Упадет Лимба-Румына, упадет Фрацер Румынии, упадет Пестепрут. То есть все это вот начнет отваливаться, и в конце у него даже отвалится имя ИОН. И останется перед нами в кадре обычный Иван, которого мы с вами все знаем, который был в партии коммунистов, потом был в партии социалистов. И сейчас он для нас просто исполняет вот эту вот всю пляску с бубнами проевропейскую. Но, повторяю, вот эти два вопроса разденут его прямо перед вами в прямом эфире. Вот это я хотел вам сегодня рассказать. Будем наблюдать за этими нашими красавчиками. Для этого, конечно, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok